Во всем мире счет вечных огней идет на сотни, а в России их более четырех тысяч. Неугасимый огонь возгорался в честь простого солдата, сына, отца, брата, земляка, однополчанина. 690 жителей Урупского района отдали свои жизни в борьбе за победу в Великой Отечественной войне. И в их честь на мемориале Журавли поселка Медногорский был установлен вечный огонь, который зажигался только ко дню победы. С сегодняшнего дня он будет гореть беспрерывно. Почему? Узнавала Фатима Даурова. 79-ю годовщину со дня победы мемориал Журавлей в Медногорском встретит в постоянно пылающем пламени вечного огня. До сегодняшнего дня он горел только в праздничные дни, будучи оснащенным временным баллонным газоснабжением. С мая 2022 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о бесплатном подключении мемориальных комплексов по всей нашей стране. Для чего это сделано, объяснять не нужно. Это сделано для, в первую очередь, нашего подрастающего поколения, чтобы память о той великой победе и о тех жертвах, которые принёс весь наш народ на алтарь этой победы, чтобы память была жива, вечна. Перевод на сетевой природный газ прошёл в торжественной обстановке. Одновременно в 11 регионах России в режиме видеоконференц-связи на мемориальных комплексах разных городов и посёлков страны запылали 22 новых вечных огня. Мемориал Журавли относится к объектам культурного наследия, поэтому установка газогрелочного оборудования прошла в режиме бережной газификации. Команду на зажжение пламени в Карачаево-Черкесии дал генеральный директор «Газбром Межрегион Газ Черкесск» Олег Дергачёв. Докладываю, мемориал испытан, объект готов к подключению газа. И буквально через несколько минут алое пламя вечного огня метнулось вверх, к небу. Это историческое событие, которое происходит на накрых с вами глаза. После троекратного воинского салюта по внутреннему зову к символу, знаменующему собой память народа о павших героях, стали подходить местные жители и гости мероприятия с красными гвоздиками и букетами цветов. Сегодня очень знаково. Под великолепную песню журавли над нашим памятником кружила эта птица. Медленно, величаво и красиво. Так что День Победы – это не достижение, это выстраданная, величайшая победа. С сегодняшнего дня живое пламя огня Победы будет вечно гореть и никогда не затухнет. Оно будет согревать сердца и души людей, одновременно напоминая о великом подвиге советского народа и о тех событиях, через которые прошли наши предки во имя мирного неба над головами. Фатима Даурова, Ренат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия.